Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл бесед, посвященных использованию результатов оперативно-расследовательной деятельности в уголовном судопроизводстве, как стороной обвинения, так и стороной защиты. И мы снова в студии с нашим уважаемым адвокатом Олегом Виколовым, который специализируется как раз на уголовных делах, о коррупционных и должностных преступлениях и там, где используются результаты оперативно-расследовательной деятельности. Мы продолжаем изучать конкретные ситуации и проблемы, связанные с использованием результатов оперативно-расследовательной деятельности. Впереди у нас бесконечное множество этих проблем. Бесконечное множество. Ну вот сейчас давайте, Олег Викторович, поговорим, к сожалению, о типичных проблемах, связанных с частичным представлением оперативными сотрудниками результатов ОРД. Итак, самое существенное распространение ситуации. Адвокат вступает в дело по соглашению или по назначению на стадии где-нибудь, к примеру, 217-й, к сожалению, это распространено, потому что до этого был адвокат по назначению. Не всегда этот адвокат поработал добросовестно. Не было никаких жалоб и ходатайств. Адвокат, изучая уголовное дело в порядке, где 17-й ПК, видит материалы, результаты оперативно-расследовательной деятельности, введенные в процесс. К примеру, там аудио-видеозаписи. И вот что-то адвокату подсказывает, наверное, опыт, знания, может быть, наши какие-то материалы, значит, подсказывает, что аудиозаписи либо имелись, но не приобщены, либо приобщен фрагмент аудио-видеозаписи. И тут адвокат, вероятно, начинает выдвигать версии. Не исключено, что на самом деле в рамках УРМ совершались провокационно-подстрекательские действия. К примеру, взяткодатель несколько раз приходил к должностному лицу, взяткополучателю, предлагал взятку, то есть проверял инициативу, совершал провокационные действия. При этом уже сотрудничая с оперативными подразделениями, что очевидно является провокационно-подстрекательской деятельностью. И, наконец, каким-то образом уломал взяткополучателя, пришел, собственно говоря, с деньгами, здравствуйте, я принес. И вот этот только фрагмент записывается на аудио-видео. В этом конкретном примере нет провокационно-подстрекательских действий. Инициатива идет как будто бы от взяткополучателя, ну или инициатива не идет ниоткуда. Передал да передал. Без слов, без жестов, да. Но, повторюсь, есть все основания поводать. К примеру, вам говорит ваш собственный доверитель. Он вам говорит о том, что этот товарищ, взяткодатель, приходил, просил, уговаривал и так далее. Но в уголовном деле нет ни аудиозаписи, ни стенограмм этого, а только вот этот фрагмент. Вы прямо, Юрий Петрович, рассказали о случае из моей адвокатской практики. Да, вы что? Да, правильно разделили на два разных случая. Начинается все с чего? С риторического, в принципе, вопроса, можно ли вести заблуждение, если умолчать о каких-то фактах. Ну, естественно, можно, да, у нас и некоторые преступления совершаются таким образом, признаки, да, у интимных стран некоторых составов преступлений, когда умолчают. И результаты оперативно-розыскной деятельности, также можно исказить сведения о результатах, да, оперативно-розыскной деятельности умолчают в каких-то фактах. Значит, первая ситуация, про которую вы упомянули, когда представлены не в полном объеме результаты оперативно-розыскных мероприятий. Не в полном объеме, да. Я бы даже, точнее, так выразился, наверное, когда представляются не все результаты каких-то конкретных оперативно-розыскных мероприятий. Бывает, да, действительно, вот в моем случае к врачу, значит, лицо, которое, как потом выяснилось, естественно, было направлено к врачу не просто так, не по собственной инициативе, да, уже выполнял поручение. Он уже сотрудничал, да, он уже сотрудничал. Это уже конфидент, да. И до того, как был проведен, собственно говоря, оперативный эксперимент, результаты которого попали в материал уголовного дела, были представлены в порядке 11-й статьи, часть 4-й статьи 11-й ФСБРГ. Это лицо дважды еще до оперативного эксперимента приходило к врачу и, по сути, провоцировало на получение, на выдачу больничного листка. Вот результаты вот этого оперативно-розыскного мероприятия, я так думаю, что это тоже было в рамках оперативного эксперимента, просто не были зафиксированы или были зафиксированы, но не представлены следователем, материалов уголовного дела нет. А это принципиально, почему? Потому что, на самом деле, если бы они были, то наверняка мы бы смогли доказать, что был факт провокации. Пункт 34-й постановление Пленума Верховного Суда номер 24 от 7 июля 2019 года, о суде практики по делам в взяточном числе и, конечно, подкупе, да? Ой, и иных коррупционных преступлениях. Да. И в этом случае клиент меня убеждал, я ему поверил, не нашел подтверждения в результате. Значит, он меня убеждал, что дважды приходил этот гражданин, просил совершить, по сути, незаконное действие, выдать больничный листок. Значит, это должностное лицо, врач отказывался, на третий раз не выдержал, согласился. То есть, на наш взгляд, это были провокационные действия. Какие подтверждения я нашел этому? На записи, видеозаписи оперативного эксперимента, которые, результаты которого были уже переданы, значит, следователю, было очевидно, что этот разговор не первый. То есть, по разговору? Да. По разговору, по содержанию разговора было видно, что человек уже обращался к врачу, просил уже выдать этот больничный листок. То есть, характер разговора был, как бы, продолжаем. Но, к сожалению, дальше этого не пошло. Мы не смогли, значит, добыть этим материалом, мы не смогли, и у нас нет таких законных возможностей, для того, чтобы истребовать эти результаты оперативно-розыскных мероприятий. Но, тем не менее, в совокупности с многими другими нарушениями оперативно-розыскного закона... Вот, здесь ключевой склал. В совокупности с другими нарушениями. Все-таки, к какому-то положительному результату наши многочисленные ходатайства, доводы, аргументы, они, очень положительный эффект все-таки... К какому? Эффект заключался в том, что наказание можно, в принципе, назвать, наверное, минимальным. При том, что статья тяжкая. В отношении врача даже не было применено дополнительное наказание в виде решения права занимать определенную должность. То есть, заниматься прямым ягодом. Врач не был лишен возможности зарабатывать. Там часть третья была, да? В 290-е. Насколько я помню... Получение взятки за незаконные действия. Вот. И с основной наказанием оно тоже было, насколько я помню, даже ниже-низшего предела было назначено. Я считаю, что, в принципе, суд пошел на это... Исключительно? Исходя из соображений того, чтобы не провоцировать обжалование данного приговора. В апелляционном порядке мы все-таки обжаловали. И там тоже еще было сверхчемо наказание. Может быть, что-то на словах? Вы получили такой-нибудь месседж? Нет. Нет, конечно. Кто об этом разговаривать не будет, говорить не будет. А что апелляционная инстанция сказала на эту часть ходатайства? О незаконности? Там очень большой объемный приговор, очень большое апелляционное было постановление, определение. И там, не знаю, там очень много, что было написано. Речь шла о том, что других доказательств, так скажем, достаточно для того, чтобы постановить такой приговор. И что нет провокации? Провокации нет. Нет, не было. То есть, суд ответил на этот довод? Да, конечно. Высказал свое мнение о том, что нет сведения о провокации. В принципе, я считал в тот момент, что нужно было обжаловать Европейский суд по правам человека. Но клиент устал биться. Это было дважды рассматривалось дело. То есть, было два раза постановлено приговор. Заняло это все очень много времени, что было около полутора-двух лет. Поэтому, понятно, как бы желание клиента забыть поскорее об этом. Правда, через какое-то время клиент вспомнил про возможность обращения в Европейский суд по правам человека. Но к этому моменту уже истек срок вашего участия в этом деле. Давайте я уточню вашу позицию. Я с вами в целом согласен. Давайте дадим правую оценку собственной ситуации действиям сотрудников оперативного предприятия. И здесь мне легко, потому что я опираюсь на наше с вами пособие, где именно поиспользованы статус УРД, в том числе адвокатами, хотя он универсальный для следователей, адвокатов. Здесь у нас огромная таблица. В этой таблице есть пункт 35. В левой колонке перечислены типичные ситуации и, скажем так, жалобы странной защиты на то или иное нарушение, которое она видит в той или иной ситуации. Так вот, к сожалению для странной защиты, вынужден прокомментировать, что вот эта пробельность оперативного законодательства, она дает возможность в данной конкретной ситуации, ситуации частичного представления результатов УРД, не усмотреть каких-либо нарушений закона. Дело вот в чем. Как вы знаете, у нас есть инструкция о порядке представления результатов оперативно-рестаной деятельности следователю органа дознания и в суд от 27 сентября 2013 года. На этой инструкции есть прямая ссылка в статье 11 Федерального закона УРД, поэтому, условно говоря, это часть Федерального закона. Требования о порядке представления, оформления документирования результатов УРД здесь сформулированы более-менее четко. Так вот, в соответствии с пунктом 17 инструкции, она допускает представление материалов, документов и иных объектов, полученных при проведении уровня в копиях, с сохранением оригиналов до вынесения постановления о прекращении уголовного дела или вступлении в силу приговора. Если к подлинности видеозаписи из стороны участников уголовного саду производства возникнут вопросы, орган, осуществляющий УРД, обязан предоставить оригиналы видеозаписи. Так вот, в чем смысл? Инструкция не запрещает, ну и Федеральный закон, разумеется, не запрещает, во-первых, представить результаты УРД в копиях, в частности, аудиозаписи. Во-вторых, не запрещает частично представить материал. То есть, вот это рассекретили, и постановление в деле лежит, да? В уголовном деле. Оригинал, кстати, должен лежать, правильно? А, значит, мы это обсуждали на прошлой лекции. А вот они представили частично. К сожалению, нарушения федерального законодательства здесь нет. Собственно, по факту частичного представления. Но, внимание, коллеги! Вот то, что я сейчас скажу, это спорный вопрос. Давайте, Олег Иванович, обсудим. Но здесь ведь имеет место де-факто. Если это будет доказано в суде, имеется укрытие, нарушение закона, а может быть, даже и преступление. Это у нас статья 304 Уголовного кодекса. Провокация взятки коммерческого подкупа, либо подкупа в сфере закупок. Тра-та-та. Да. И, как вы знаете, есть еще и... Ну, в общем, не суть. Есть еще и фальсификация результатов оперативно-своей деятельности, да? Это у нас статья 303 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ну, не суть. Итак, оперативные сотрудники, вероятно, укрывают нарушение закона. Это, безусловно, нарушение. И вот, Олег Варич, давайте все-таки уточним, какими способами... Вернее, первое. Давайте дадим оценку действиям оперативных сотрудников в этом случае. Вариант номер один. Злоупотребление должностными полномочиями, как уголовно наказуемое деяние. Вариант номер два. Превышение должностных полномочий. Вариант три. Все-таки, собственно говоря, фальсификация доказательств результатов ОРД. Как вы считаете, Олег Варич? А я потом выскажу свое мнение. Все-таки, наверное, так далеко заглядывать, наверное, нет смысла. Потому что немножко это все-таки, так скажем, разные вещи. Задача адвоката – выявить факт искажения, фальсификации результатов оперативно-рискной деятельности. А давать оценку, правовую оценку этим действиям, пусть правоохранительные органы, возможно, это будет просто нарушение закона, а возможно, это будет нарушение закона в виде преступления. Не каждое правонарушение влечет уголовную ответственность. Возможно, это просто был в должностных проступах, возможно, это не мышленно было сделано, всякие разные ситуации бывают. Но я так далеко не заглядываю, когда изучаю уголовное дело, проверяю соблюдение закона при проведении оперативно-рискной деятельности. Поэтому... Не будете строить вопрос, например, об уголовной ответственности, да? Нет. Выскажу свое мнение. На мой взгляд, состава перечисленных преступлений в действиях оперативных сотрудников нет. Во-первых, давайте проанализируем. Злоупотребления нет элементарно. Хотя бы потому, что в конструкции состава преступления на полотередине полномочия обязательно это мотив. Корыстная или наличная заинтересованность. Корысти у оперативников не было, вероятно. Иной личной заинтересованности, сомневаюсь, в значении пленума. Я думаю, что здесь иной личной заинтересованности. В превышении полномочия тоже думаю, что нет. Поскольку в данном случае превышение полномочия это всегда действия, активные действия. Явные выходящие за пределы прав. Но это по этому поводу нужно отдельную лекцию. Лучше в этом плане почитать или послушать профессора, моего друга, профессора Павла Сергеевича Яни. Итак, превышения полномочий нет, поскольку нет активных действий. Они не представили результаты города. То есть, как бы, условно говоря, бездействия. Третий момент. Провокация. Провокации взятки здесь, вероятно, тоже нет. Хотя бы по той простой причине, что провокация взятки, читаем диспозицию части 1 статьи 3004 УК, это попытка передачи должностному лицу, тра-та-та, без его согласия. Все-таки без его согласия. Денег, цены бумаг и так далее. В целях искусственного создания доказательств совершения преступления или в целях шантажа. Ну, во-первых, в данной ситуации должен строиться деньги-то взяло. Поэтому провокации в уголовном правом значении термина здесь нет. Во-вторых, ну, почему здесь искусственное создание доказательств или шантаж? Понятно, что нет. Искусственное создание. И вообще, ученые в области уголовного права говорят, что реально статья 3004 УК – это неработающая норма. Мертвая. В силу целой совокупности причин. Что касается провокации в значении федерального закона в оперативно-морскной деятельности. Давайте вспомним, что провокация запрещена в статье 5 федерального закона запрещена подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий. В скобках провокация. Заметьте, этот термин провокация в значении федерального закона БРД существенно отличается от значения этого термина в уголовном законе. Существенно. Так вот, предположим, что в этой ситуации провокация была допущена. Исходя вот даже из вашего примера, была провокация. Повторюсь, в значении федерального закона. Она, данная провокация, если это будет доказано в суде, исключает возможность использования результатов, таких результатов оперативно-морскной деятельности в судопроводстве. Для любых целей. Для возбуждения дела. В рамках доказаны. Для подготовки. Ну, помните, да? Варианты использования статок БРД. Соответственно, Олег Валерьевич. Здесь ситуация, отсюда выводы делаем. Действительно, в суде необходимо доказать, что все-таки имелелое. Не то, что они укрыли какие-то аудио-видеозаписи. Это, как мы видим, не нарушение закона. Но нужно доказать, что была собственная провокация. В рамках вашего дела, по объективным причинам, вам это доказать не удалось. Во всяком случае, в типичной ситуации у нас есть показания живого, и дай бог здорового, взяткополучателя, вашего подзащитного. Он прямо показывает, у него, это прямые доказательства, да? Что имела место вот эта провокация, не записанная и не зафиксированная оперативным сотрудникам по понятным причинам. На одних этих показаниях можно сформировать? На одних этих нельзя было. Но там, кроме этого, еще были данные, которые говорят... Косвенные доказательства. Я бы сказал, это прямые уже доказательства с учетом практики Европейского суда по правам человека. Дело в том, что основанием для проведения оперативного эксперимента послужил, по сути, донос анонимного отсидонизма. То есть, якобы, оперативным сотрудникам вдруг стало известно о том, что такой-то врач выдает больничные риски за вознаграждение. И его не раскрыли? Его не раскрыли. Дело в том, что это случай из моей практики, который произошел, наверное, лет 10 назад. До известных нам решений ИСПЧ. К тому моменту уже были решения ИСПЧ. К сожалению, судебная практика у нас в России еще к этому моменту существенно не поменялась. Если бы все то же самое происходило сейчас, в наше время, я почти уверен, что... Вы бы добились прекращения этого дела или даже оправдания? Скорее всего. Потому что по нынешним меркам, с учетом нынешней судебной практики, это однозначно квалифицируется как провокация. Никакого акции, как отсутствие оснований для проведения УРЭП. Хотя здесь очень тонкая разница. Это в принципе взаимосвязанное. Поскольку источник должен был быть допрошен, мы имели право задать ему вопросы, исходя из требований как раз Европейской конвенции по правам человека. Каждый имеет право того, кто свидетельствует против него, задать ему вопросы, иметь возможность задать вопросы. Исходя из этого, собственно говоря, вот эти вот решения, начиная с ВАНЕН, жалоба ВАНЕН... Уважаемые друзья, скажите, вы хотели бы послушать подробный анализ, собственно говоря, проблем, связанных с провокационно-подстрекательской деятельностью и отсутствием оснований для проведения УРЭП? Если да, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях к этому видео. И еще обратите внимание, что в каждом нашем видео есть контакты, по которым мы можем связаться с адвокатом Викулым Олегом Ильичем. Ну и пишите мне. Спасибо.